Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 603. События дня. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его. За 7 августа 2017 года. Снова повторю этот вопрос сестры Екатерины Тинейковой. Спаси Христос. Игнатий Тихонович, у нас в городе есть женский католический монастырь. Он принадлежит миссионерскому ордену. Сестры несут служение социальное, работают с детьми и молодежью, ведут катехизацию. Я общаюсь с сестрами, и они евангельские. У меня есть желание вступить в орден, ведь у них есть апостольское преемство. Вы всегда говорите, что не спорите с католиками. Далее я отвечаю. Не советую и против. Там ересей многократно больше. Не ходи к ним, не встречайся, пока не прочтешь вот эти три статьи из книги «К истинному православию». И обязательно законспектируй себе и задай вопросы. Вот тут «Гордость папства», страница 323. «Человек-убийство и ложь Ватикана», страница 340. «Фатимская весть», «Трагедия или надежда», страница 358. Эти статьи подряд идут. Антон Пьянкин. Да, это особенно подходит моим переживаниям сегодня. Это мое стихотворение, он так объясняет. Я про первый стих. «Действительно, все как есть. Сегодня еще шел на работу, хожу пешком примерно 8 километров, и слушал вашу проповедь. И так сердце загорелось. И так захотелось посвятить свою жизнь Христу, церкви. Но потом опять все скрадываешь, само себя думаешь, мыслишь, что и как, и в итоге тушишь в себе этот пожар. Одно время не оставлять Слово Божье. Одно верно. Оно не даст забыть. И снова, и снова разбудит ревность по Богу». Юрий Соболев. «Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович! Только сегодня вы освободили меня из пятидневного плена, блокировали почты и моего мира. Якобы взломали, а можно и так. Хвала Христу! Очень рад весточке от вас. Вновь, наконец, обрел нормальный интернет. Теперь на связи. Ну, что сказать. Какие события. Вот в таком месте мы находимся. С утра пораньше. Видим, тучи находят. Нам нужно хотя бы раз в неделю проверить первый мостик. Как там. Потому что дорога под водой. Как в горах сделали. Ну, и в воскресенье я проводил экскурсию. Самых старых собрал, провез везде. Чтобы они видели. И помолились об этом деле. Ну, и заранее сейчас разделали две надписи. И так их прибили на дощечку. Володя скотчем заклеил их, чтобы сохранились. Надежда Васильевна буквы вырезала такие. Две одинаковые. Дно каменистое. То есть, кто подъедет, видит вода. Куда ехать-то дальше-то. Дно каменистое. И там всего сантиметров 20, может, воды. Вода течет все время. И свободно так проехать можно. Чтобы люди не задумывались, не боялись. Вот сделали две эти надписи. А тут дождик. То брызнет, то так. Братья руками. Володя и Никита. Тину все размели. И вода побежала быстрее. Вот вчера день такой был. У Романа проводили братья. Кололи дрова. И три дерева никак не убрать. Они наклонены на провода. Пришлось предупреждать всех жителей. Сергей проехал, предупредил. Что свет отключается. Отключили. Ну, Роман сначала полез в специальную конструкцию. Взял на дерево обрезать сущее. Ну, и высоко привязал такой как лента красная. Как канат крепкая. Чтобы тянуть в определенную сторону. Ее машина здесь стояла рядом. Большой грузовик. Все это отогнал. И стал сбрасывать провода. Четыре провода. Провода отточили, убрали. И тогда собрались люди. Стали тянуть мы. И удачно упало дерево. Так не порвало. Кабель на другой стороне улицы. Кабель идет. Воздушный. Ну, эти деревья одни за другим спилили. Листья все сущие убрали. И Роман начал распиливать. И говорит, это я дрова отдаю церкви. Распилил. И тут же видно увезли. Я уже отошел. Гости вчера были, видели. Марк с Марией Варабаша приехали. Марк Калашников. Поздоровались. Вот они пошли по гостям. Я ухожу раньше уже в девять. Закрываюсь после девяти. Стараюсь никому не открывать. Уже личная жизнь. Узнаю сегодня, где они были. У кого еще. Какие разговоры. Как что. Это у нас все события. Дальше показать наши ресурсы. Вот. Это мой мир. Люблю. Богатый очень материал. Друзья. Возошел. Валерий. Новая. Совсем новая. Кто с друзья были, пришли. А то не туда попал. Надо не друзья смотреть, а гости. Гости. Вот кто. Ну, вот тут показывает, кто есть гости. Ну, второй важный такой момент у нас, это православный форум. Вот он как выглядит. 1602. Тема была. А сейчас гляжу. 1500 с чем-то. Куда делись? Не знаю. Кто убрал. Не знаю. Как можно было убрать из нашего ведома, мне еще непонятно. Ну, и видеоканал. 7900 видео. А сегодня я вот показал здесь. 7900. Посмотреть, что тут. Вот. Сегодня поставил. Утре и пробежка. 26. Прощай с королевами. 27 просмотров. Так вот. И самый большой ресурс наш во свете Библии, православный библейский сайт. Самое ценное, как считаю, 4124 ответа я давал в университетах, по радио, где был. И вот сейчас из темы беру внутренний мир человека. Вопрос 654. Второй том открытым оком. Наставник и учитель. Это одно и то же. Если пророки в наше время. Ответ. Священное писание делает некое различие между ними. Притчи. Я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим. Римлянам 2.20. Наставник не вешт учитель младенцев, имеющим в законе образец ведения и истины. 1 Коринфиум 12.28. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления. Разные языки. Ефесянам 4.11. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Учитель – это преподаватель, он дает знания и по знанию принимает экзамен, совершенно не заботясь, как притворяется в жизни, слышанной от него его учениками. Наставник же имеет близкое, почти ежедневное общение с тем, кого наставляет, подправляет, ведет, заботясь о совершенстве посомых. Учитель может быть с холастом, преподавать голое учение по программе, наставник входит уже в детали внешнего и внутреннего, не имея определенной программы, как учитель. Пророки были всегда, но это только в этой жизни. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднятся. Перемия 23.11. «Ибо и пророк и священник лицемеры, даже в доме моем я нашел нечестие», – говорит Господь. Если человек наделен даром пророчества, но нет у него смелости и мужества, и он побежден корыстью и трусостью, то это лицемер и лжепророк. Таких Кураевых только и может породить сегодня московская патриархия. Это общий гнилостный дух предательства Сергеанской декларации. Это я давал ответы, может быть, лет 15 назад. Духа лжи и компромиссов для сохранения своего жалкого благоутробия. Пророк говорит, невзирая на то, что он остается в одиночестве, как Михей сын Иевлая. И сказал Михей, жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь. Прощите стихотворение Пушкина и Лермонта под одинаковым названием «Пророк». И по описанию данного мирскими людьми попытайтесь найти из знакомых вам в литературе или в жизни тех, кто подходит под этот образ. Самому на себя это не взять, это возможно только по особому избранию от Бога. Ну вот на этом было всё события наши.